Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем в прямом эфире телемарафон, посвященный последним событиям в Украине. Вы хорошо знаете, что произошло, и уверен, большинство в эти дни не сомкнули глаз, потому что наблюдали, как будет развиваться ситуация в стране, в городе. И, конечно же, в нашем регионе. В Одессе сторонники Евромайдана составили списки люстраций тех политиков, которые не должны больше быть при власти. В список внесли ряд провластных деятелей, в частности, губернатор Николай Скорик, нардеп Сергей Кивалов, Светланов Абрикант, депутат Одесского облсовета Алексей Гончаренко, начальник областной милиции Сергей Резников. Также в этот список люстраций мы узнаем, существует ли реально такой список. У нашего гостя через минуту буквально вошли также народный депутат Геннадий Труханов, народный депутат Александр Пресман, Юрий Круг, Игорь Марков, бизнесмены Иван Аврамов, так называемый «смотрящий за городом», Александр Грановский, Борис Калфан, всем вам до боли известные фамилии. Ну и также градоначальники Алексей Костусев, Эдуард Гурвиц и Мария Личевска, Валерий Хмельнюк. В этой студии я с удовольствием представляю депутата Одесского городского совета Александра Остапенко. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Я понимаю, что сегодня еще день траура, но очень символично, что указы о том, что день траура будет, подписал бывший президент Украины Виктор Янукович, которого найти пока не могут, а, наверное, многим бы хотелось. Ну сегодня день защитника отечества, вот как очень много таких дней, но, конечно же, будем больше говорить о том, что привело к такой ситуации в стране, как до день. Сегодня не до праздников, поэтому я не буду и не хочу, и даже если бы сегодня не было дня траура, поздравлять вас, говорить о том, что вот мы все, кто поддерживали Майдан, добились определенной победы, определенной, скажу почему. Ну давайте начнем вот о чем. Что же все-таки действительно произошло? Вопрос вроде как и риторический, банальный, тем не менее мы увидели. Януковича нет, Тимошенко появилась и так далее и тому подобное. Ну знаете, произошло все точно так же. Мы в этой студии уже один раз это обсуждали, и такой прогноз делали, и именно так и получилось. Диктатура рухнула в один день, просто в один день. Диктатура рухнула под напором народного гнила. И я подчеркиваю, я абсолютно четко понимаю, что это никакая не победа. Это буквально первый шажок в направлении победы, потому что сегодня всем нам, всем нам выпал уникальный шанс построить такую страну, в которой мы хотели бы жить. И это касается всех граждан, которые поддерживали Евромайдан, и которые его не поддерживали. Сегодня, знаете, я смотрю на улицы, хожу по улицам Одессы, смотрю на людей, и вижу, что появилось какое-то неимоверное количество людей в касках. Сегодня время не касок. Сегодня каски надо снимать, засучивать рукава, и начинать трудиться... Бит и бросать в костер. Да, да, начинать трудиться над благом своей семьи, своего города и своей страны. Надо ее строить. Надо строить власть так, как подходит людям. Кстати, у нас есть небольшое видео, я думаю, что многие десятые видели, кто нет. Сейчас посмотрите, это камеры наблюдения в Нижегорье, сняли возможный отъезд президента и его семьи. Посмотрите, там 30 секунд видео. А я напомню, телефон прямого эфира 737-7310. Вот вы видите эту картинку. Отъезжающие грузовики. Вот вы видите вертолеты президентской семьи. Как говорят эксперты, там видно, как женщина садится в этот вертолет. Ну и, соответственно, крылатая машина поднимается в воздух, одна и вторая. И в каком направлении они двигаются, мы пока не знаем. Было заявление, кстати, Виктора Януковича накануне. Какое впечатление оно на вас произвело? Это грустно, если честно. Потому что, ну, как по мне, так это вообще не мужской поступок. Президент, имея моральную какую-то ответственность за ситуацию в стране, после вот того, чего произошло в Киеве, в центре Киева, когда людей просто отстреливали, как в тире. Причем, ну, со всех сторон. Я не хочу говорить только о защитниках Майдана, но точно так же убивали, непонятно кто до сих пор убивал и солдат внутренних войск, и других силовиков. Сегодня речь идет о 16 погибших правоохранителей. Да, правоохранители. Их расстреливали просто как в тире, это делали одни и те же люди. Мало того, сегодня из их тел и есть экспертиза, доставали одни и те же пули, выпущенные с одного и того же оружия. И это вообще ужас для любой страны, а тем более для страны, которая в Конституции, которая написана, что она демократическая, правовая и социальная. И имея такой груз ответственности, доведя страну до такого состояния, грабя страну эту буквально три года без остановки, ну, надо было просто, правда, написать заявление об отставке и уйти. А не пытаться там скакать зайцем сейчас по восточным регионам и что-то демонстрировать. Хотя, ну, я не знаю, что это такое, что это за демонстрация. Знаете, если даже Ефремов, руководитель фракции партии регионов в Верховном Совете заявил, что он был обманут, и что, оказывается, ужас-ужас в стране, и что вся страна работала на одну семью. Я не думаю, что для него это была новость, но сам факт, да, свидетельствует о том, что прозрение наступит для многих. Я вам могу привести такой факт. Я сегодня там по просьбе, прежде всего, правоохранителей был в помещении, ну, не в помещении, в расположении нашего Одесского Беркута и батальонного Беркута. И в это время позвонили журналистам канала «Один плюс один», люди, я так понимаю, работники таможни, и предложили просто сдать всю схему потоков денежных с нашей Одесской и Ильичевской таможней. И это свидетельствует о том, что процесс лед турнулся, процесс пошел, и мы узнаем очень много дивного для нас, и мы поймем, кто грабил страну. И мы получим уникальный шанс, я еще раз подчеркиваю, уникальный шанс для всех, для всех, вообще без идеологии, просто для всех, сделать наш город и нашу страну таким, как мы мечтали это увидеть. Александр Анатольевич, вы знаете, вот такое ощущение существует, вы правильно сейчас сказали, про Каски, да, очень много людей, причем многих из них я не видел на нашем Одесском Майдане, тем более не видел там в Киеве. Речь о другом. Ну не кажется ли вам, что сейчас день-два пройдет и появятся новые герои Майдана, которые к этим событиям не имеют никакого отношения, а о тех, кто погиб, просто забудут? Нет, не кажется. Я знаю, что так происходит часто, да, и так и сейчас может быть, да, когда появится много людей, которые будут позиционировать себя как ярые защитники Майдана. Я всех людей, которые стояли на Майдане, знаю в лицо. Я-то с ними стоял три месяца. Мало того, я знаю, особенно хорошо запоминаются эти люди, когда на улице минус 20, шквальный ветер, и люди стоят, и нет никакой охраны, и никогда ее там особо и не было, да, это последние дни начали организовываться. И я этих людей знаю, я помню о них, я благодарен им, что они стояли рядом со мной. Но я абсолютно убежден, что принципиальное отличие, вот то, что произошло вот сегодня, да, и то, что было в 2004 году, принципиальное отличие только одно. Здесь нет идолов, нет политиков, которым вот народ собирается дать власть и забыть, и оставить их в покое. И остаться с верой в доброго царя. Да, в доброго царя. Нет такого. Я абсолютно убежден, что это вообще такой прорыв в сознании наших людей, что они будут выходить на Майдан. Возможно, даже сейчас не удастся, но они опять выйдут. И они опять выйдут, и опять выйдут. И они таки добьются, чтобы в стране появилась такая власть, какая им нужна, которая будет служить им, как написано в Конституции. То есть вы правильно говорите о том, что, наверное, главный итог Майдана на сегодняшнюю минуту, то, что люди увидели, они могут собираться, выходить вместе на площади и требовать свои права. И главное, добиваться того, что они хотят. Вы знаете, вот я уже раз говорил, еще раз повторю. Это может неправильно, но то, что вот эти три года жизни нашей страны, больше трех лет, они путем этих страшных мучений, путем этой страшной несправедливости, путем вот этих жертв вообще ужасных, но они сформировали гражданское общество. По сути, они выписывали из людей, которые назывался народ Украины, граждан, с большой буквы этого слова. И таких граждан становится все больше. И это абсолютный, ну такой, предохранитель того, что получится так, как получилось в 2004 году. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы прямо в эфире. Мы вас слушаем. Добрый. Скажите, вот как вы думаете, почему это случилось? Почему такой у нас президент и такая семья? И мне сразу хочется сказать, а не потому ли, что наши журналисты не заблюдают таких, как Академия? И так, как и вы, товарищ Сергей, говорили, наш президент, наш президент Янукович... Так я когда, когда я это отрицал? Вот. В 2004 году я голосовал за Януковича, отстаивал его выбор. Я не знаю, вы забыли, когда вы говорили, наш президент, наш президент Янукович, и повторяли, и глядали с одного места до другого, понимаете, там нельзя говорить. Вы говорите неправду. Это борюга, это борюга, который смотрел в глаза, смотрите, нас били. Ну я понял, я понял, да, спасибо. И я быть таким надо... Спасибо огромное, я не собираюсь перед вами оправдываться, потому что считаю то, что вы говорите, это вашим личным мнением, и готов его выслушать, видите, в прямом эфире мы работаем. Тем не менее, единственное, что могу сказать. Во-первых, наш канал, и мы, журналисты Медиа Информ, наверное, были теми немногими журналистами, которые в открытую поддержали Майдан, в открытую высказали свою гражданскую позицию. В этом упрекнуть трудно. А вот так вот звонить просто по телефону, ну... Ну вы знаете... Люди разные, это их мнение. Нет, люди, во-первых, имеют право на мнение. Я абсолютно убежден, что если мы собираемся построить справедливую демократическую страну, то этот плюраризм мнений должен быть абсолютный и разный. Мало того, ну мы же все люди, мы все имеем право на ошибку. И все их допускали. Анатолий, давайте говорить так. Момент прихода Януковича Куласима был легитимно избранным президентом. Ну да. Мы можем говорить о фальсификациях и всего остального. Да, фальсификациях и так далее. Но да, я не к тому. Я к тому, что, ну, понятное дело, власть просто страшная была. Просто страшная. Я это понимал с 2010 года, что страной правит просто криминалитет. И это совершенно очевидно. Кстати, вы действительно были одним из немногих, опять-таки скажу я о нашем телеканале, кто говорил о том, что режим Януковичев преступный. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Только что выступал в Нью-Стиле, он общался с вами, чтобы поддерживали Януковича. Я тоже голосовала из Януковича. Но здесь были мысли и планы, что нам будет при этой власти жить легче. Потому что мы русскоязычные. Я хочу сказать, что сейчас первый канал выступал, провожал демонстрацию по Одессе. Ребят, которые шли к Беркуту. Они ему сказали спасибо. Немножечко, малопрошь этого канала, передергивала. Чуть-чуть, но передергивала события. И к нему можно сказать свою мышь о себе. У меня папа одессит. Но он был в блокадном Ленинграде. Он защищал этот город. Мама моя, Бирька, когда она приезжала в Одессу, ее называли Кацапкой. Когда она захворкнулся Николай Ленинград, она была хохнушкой. Кто я сейчас? Кто мой ребенок? Мой ребенок, уважаемый бизнес своего деда. Он не пошел ни на один мой данный. Он честно работал. И мы с друзьями тоже честно работали. И мы были мужчины, теми, кто пришел и сделал этот кровавый переворот. Мы же их тоже в Киеве. Папа был военный. Мы же не в Киеве, мы же не в Риге. Мы все были одной семьей. Киев красивейший город. Я плакала. Я понял. Вы не переживайте. Вы не переживайте. Спасибо вам огромное за... Как вы должны к этому всему относиться? Спасибо. Спасибо за вашу позицию. Это тоже мнение. Знаете, правда, все время нас пытались делить. Пытались делить по языку. На каком языке ты говоришь? По религии, что еще страшнее. По религии, что еще страшнее. По идеологии, по отношению к каким-то историческим фактам. Нас все время бросали вот эти камни раздора в украинское общество. Я именно поэтому говорю. Сейчас надо это все забыть. Все мы граждане Украины. И независимо от того, чего у нас написано в паспорте, в графе национальности. Вообще независимо от этого. Это наша страна. Мы здесь имеем право жить. Мы имеем право здесь жить счастливо, рожать детей и обеспечивать их будущее. И это должны понять все. Должны понять все, потому что меня иногда спрашивали. Вам не страшно? Мне было страшно. Но еще страшнее понимать и осознавать то, что мои дети, мои внуки могут жить при вот этом криминальной бандитской власти, которая была. Ну просто страх. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы прямо в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня был вопрос, конечно, за Сапенко. Сегодня состоялся марш от викидой торговой, еще какого-то молодежного объединения. Как вы могли допустить вот это? Все, вот это все выделить. Поскольку сейчас уже власть уменялась, и вы являетесь предварительной одной из партий, которая сейчас в Верховном Союзе ставит. Как вы вообще это все допустите? Спасибо вам за ваше мнение. Ну вот, наверное, это действительно страшно. Я поэтому говорю, да, сейчас по улицам ходят странные ребята в касках, да, и каждый что-то защищает. Ну, во-первых, я хотел сказать ремарку такую. Я не отношусь сейчас к никакой политической партии, никакой политической силе. Это просто моя была гражданская позиция. И я считал, что это, и считаю, что это была моя обязанность депутата, как представителя громады, ну, как бы, сохранить и координировать Одесский Майдан. Вот. Я уверен, что вот эти все движения, да, вот этот психоз, он пройдет буквально за неделю. Но, с другой стороны, я тоже понимаю, что невозможно просто так людей ловить на улицах, там, разгонять и там, и что-то, ну, там, и какие-то действия с ними делать. Они такие же граждане, как и мы. Это их позиция. Это их позиция. Я понимаю, что там она слегка странновата с точки зрения моей оценки. Но тут нельзя, ни в коем случае нельзя выпасть из правового поля и впасть в какую-то психиатрию уже, даже психоз, да. А этот психоз очень явственно ощущается сегодня, и в том числе и в Одессе. Есть очередной телефонный звонок, несколько минут до конца эфира. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ой, добрый вечер. Значит, у меня вот такой вопросик. Если, ну, случится такое, что президента выберут не того, кого хочет Майдан, что будет потом? Опять Майдан? Вы меня извините, пожалуйста. Все нормально, спасибо за вопрос. Мы уже практически на него ответили. Вы знаете, вот... Но опасение справедливое-то, на самом деле. Да, опасение справедливое, абсолютно. То, что произошло вот сегодня в Киеве, этот Майдан, который, да, который, по сути, положил конец этой власти, это как раз и есть тот предохранитель, который не позволит следующим политикам быть столь циничными, как был президент Янукович. Я уже говорил и повторю еще раз для уважаемой телезрительницы, что если вдруг не удастся, или следующий президент не будет отвечать требованиям людей, прежде всего, в защите их законных прав и интересов, то, наверное, будет еще Майдан. И люди это очень четко почувствовали. Очень четко почувствовали, что они имеют право и они должны влиять на власть, на любую власть. Вот. И это главное, я считаю, это главным достижением вообще Майдана. Почему? Потому что не будет удовлетворять интересам одесситов одесский городской голова, люди выйдут и потребуют. Не будет удовлетворять одесситам какой-то чиновник, люди выйдут и потребуют. И это просто сделает наш город лучше, абсолютно уверен. Я еще единственное только добавлю, что тем более, что вот эта позиция гражданская, она подписана сегодня кровью, к сожалению, конечно, да, но есть вот это так главное гарантия. Абсолютно четко надо понимать каждому сегодняшнему чиновнику, каждому политику, что если он не оправдает, по сути дела, и попробует там брать взятки, там, я не знаю, там, зарабатывать на родном городе или людях, да, то в конечном итоге вот эта кровь, она окажется на его руках, потому что это просто предательство. Согласен. В ближайшие дни Верховная Рада планирует, я мовою оригиналу цитую, «тимчасово призупинити мовлення російського телебачення на территории Украины». Захід застосовывается с метою информационной безопасности, объективного висвятления украинских подений и припинения міжнаціонального вороженщина». Такое мотивование прозвучало в тексте проекта «Постанова». Александр Анатольевич, буквально одна минута, вы вот с таким возможным решением украинского парламента закрыть на время российские каналы, соглашаетесь или нет? Не знаю, наверное, да. Почему? Потому что моя дочь сейчас в Москве, она там работает. И она говорит, папа, то, что идет по московским каналам, по российским каналам, это абсолютное вранье, абсолютное несоответствие правде. И говорит, я просто поражена, как телевидение зомбирует, какие программы запускает, она еще психолог к тому же. Говорит, влияние на людей. Люди вообще не ориентируются в ситуации и не понимают, что происходит. Я это чувствую даже по моим друзьям, которые мне звонят из России и говорят, а что у вас, в Одессе стоят натовские корабли в порту? Я говорю, да нет, не стоят вроде бы. Я не знаю, может и стоят, так выглянул в окно. Нет, не стоят, говорю. Понимаете, это обман, это психоз. Так не должно поступать в информационном поле журналистика. Наверное, правильно. Вы знаете, мне как журналисту эти вещи комментировать не пристало. Все-таки речь идет о коллегах, пусть и о российских, но в данной ситуации я согласен. То, как повели себе такие персонажи, как Дмитрий Киселев, ну, таким вообще надо въезд в Украину запрещать. Это мое личное мнение. Спасибо, что были с нами. Я напомню телезрителям, что у нас в прямом эфире проходит телемарафон, посвященный последним событиям в стране. Гостем сейчас у меня был Александр Остапенко, депутат Одесского городского совета. Через несколько минут мы вернемся в эту студию, и здесь будет представитель свободы. Я жду ваших звонков. Спасибо.